Девушки отдыхают Нет, я просто переезжаю Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой, или не только об этом, ну да ладно Я уезжаю, Геральт, на Восточный фронт, в Каидвен Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась Ко мне пришли двое солдат, сказали, что я снова нужна Редании И ты не могла отказаться? Может и могла бы, но не захотела Моё призвание — лечить людей Моя работа нигде не нужна так, как на фронте Понимаю Мы ещё когда-нибудь увидимся? Когда-нибудь, наверняка Ты узнала что-нибудь о Больгерде? Книги мне мало что дали Я поняла, что если нужна правда о нём, нужно найти кого-то, кто её знает И ты нашла? Мне повезло Мой товарищ по учёбе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалист по чёрной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эврика Профессор так увлёкся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента Где найти этого профессора? Здесь, в городе Он сидит под замком в своём доме за стенами университета Его стерегут охотники за колдунами Он под домашним арестом? Я не знаю точно Часть коллег считает его предателем Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму Но его ассистент клянётся, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют А ты как думаешь? Определённо он для них ценен Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и чёрной магии Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют Мне надо поговорить с этим профессором Я с тобой Университет охраняют риданские стражники Один ты не пройдёшь Стражники мне чаще всего не помеха Если ты их ранишь, то мне придётся их зашивать А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют Часть академиков бежала на Дальний Север Самые храбрые остались Перетворяются сапожниками и трачками Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи Восточный фронт, а что потом? Зависит от того, куда пошлют Где бы ты ни была, будь осторожна Я всегда осторожна, не волнуйся Стоять! По приказу короля вход на территорию университета закрыт А для преподавателей? Без исключения Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее Кстати, как твоя нога? В порядке, будто и не было никакой раны Я рада, ведь если б я тебя тогда не прооперировала Ты остался бы хромоножкой до конца жизни Хм, Бруно Ну? Может, мы её всё-таки пустим? Она же своя, ничего не украдёт Хм, ну ладно Но пусть идёт одна Ведьмак слишком бросается в глаза А я не хочу из-за него неприятностей Сделаем так Я пойду туда одна И помогу тебе войти во двор Как? Не знаю Я найду способ Со стороны набережной всегда меньше стражников Идёт Ладно, пустите меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Грозный у тебя цеховой знак. Грозный у тебя цеховой знак. Геральт, эй, Геральт, ты здесь? Здесь. Держи верёвку. Откуда ты взяла верёвку? А, долгая история. Пока нам везёт. Дом профессора Шезлока в конце этой улицы. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шаня. Не за что. На моём месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной ещё раз до отъезда, я буду дома. Всё-таки нужно время, чтобы всё упаковать. Тогда до встречи. Возвращайся. Не за что. Не за что. Возвращайся. Не за что. Он мне нужен живых. За мне живых! Ты труп! Труп! Возвращайся в ад! Он мне нужен живым! ЖИВЫМ! Закрыто на четыре засовы. Надо найти другой путь. Может, найдется открытое окно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разбитое зеркало. Не похоже на случайность. Может, кто-то испугался того, что в нем увидел? Малый ключ Гиллиана Альбокко. Это о демонах. Страшно пыльное. Франко! Это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос. Я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошел? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать! Слышишь? Не хочу! Я не причиню вам вреда. Это демон тебя сюда прислал! Уж я-то знаю! Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим. Воплощение зла. Он не посылал меня. Но все же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Мутант? Хм. Да. Это... Возможно. Я пришел сюда потому, что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконъюкции. Чего хотел от вас Ольгерт фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне пришел. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто такой Гюнтер Одим и как от него избавиться. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгарда и, в конце концов, напал на след этой темной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами. Но везде это синоним воплощенного зла. У нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я карпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Почему ты здесь сидишь? Что значат эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительной это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него, и что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждет за пределами круга. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтеро Дим не человек. Это зло. Зло в самых разных обличиях. Не расспрашивай о нем. А то погибнешь. Но ведь ты жив. Все еще жив. Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Ольгерт подписал с ним договор. Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род, и отдавать дочь, за кого попало, они не хотели. Ольгерт хотел увезти ее как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патвая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерт встретился с ним на перекрестке. Один сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Один предложил ему договор. Ольгерт должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Один знал, что Ольгерт любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерт согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Получается, Ольгерт убил родного брата? Ох, нет. Один так не делает. Достаточно было того, что Ольгерт подписал договор собственной кровью. А день спустя Витальд был убит. Ольгерт рассказал тебе все это. Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Так почему Ольгерт решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно. Но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна. Ибо Одима интересуют только людские души. Одим оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю... Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним. Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Меня наверняка скоро куда-то перебросит. Кроме того, один раз мы уже пробовали. И сам знаешь, как получилось. Ты права. Но вина-то мы иногда сможем вместе выпить. Конечно. Когда только захочешь. Наконец-то у нас есть время поговорить. Расскажи мне, что с тобой было с тех пор, как ты уехала из Вазимы? После того, как наши пути разошлись? Пока был мир, я вернулась в Эксенфурд. Написала докторскую, а потом успела побывать, наверное, во всех полевых госпиталях к северу от Еруги. Ты не теряла времени. Я не ведьмачка и не буду жить 150 лет. У меня гораздо меньше времени, чем у тебя. Так что я стараюсь разумно его использовать. Ты всегда знала, чего хочешь. Конечно. В этом вопросе у меня ничего не изменилось. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... 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 а если нет тогда я вас обоих заберу с собой ведь ты сам мне это предложил что за загадка есть я у мужа у зверя у мертвого камня у облака в душу не лезу ловлю изменение облика дева взглянув на меня при осанится старец нахмурится дитятка расхулиганится что это может быть ты мне скажи кто я я тебя достану время покажет найди меня прежде чем пересыплется песок в часах готов время пошло что это за место тебе нравится но чем богатые темы рады помни тебе нужно найти меня пока время не вышло а а Не оставляй меня здесь! Помоги мне! Не оставляй меня здесь! Не оставляй меня здесь! Зеркало... Так вот где ты прячешься! Ха-ха-ха-ха-ха! Ты же не думал, что разгадка будет настолько простой? Зеркало... Зеркало... Может, удастся сделать так, чтобы она появилась снова... Зеркало... 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 Тем более, не могу. Окажи мне эту честь. Для меня это будет знак начала новой жизни. Пусть она верно тебе служит. Спасибо. Прости. Ничего страшного. Вновь благодарю тебя, Гера. Удачи на твоём пути. И тебе удачи. Бывай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok